Оба, смотри-ка, Фрэн, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше... Я буду озвучивать его как Санса Вундертейл. Я не ждал тебя раньше 2.35, и он реально на него похож. Здравствуйте, друзья, с вами Декарта, и давайте продолжаем Фрэнбоу. Вы же помните, на чём мы остановились? Нам надо вот тут вот перепрыгивать все препятствия, чтобы вот эта сволочь, похожая на индейца какого-то очень большого, объевшегося раскишки, нас не догнала. Чё ты такой злой чувак, отстань, пойди займись какими-то другими делами. Прикопался к маленькой девочке с её котом, в конце концов. Это вообще не по-мужски. Ты ж мужик, ну вроде мужик, на бабу не сильно смахил. Так, перепрыг... Твою мать, я в прошлый раз, по-моему, там же распоткнулся. Надо прыгать в самом конце, вот прям вот на этом бревне, вот прям вот с кончика. С глёбаного кончика бревна. Опа! Есть! Хорошо получилось, смотрите. Ещё раз, оп, в самом конце, в самом-самом конце. Котик вообще чётко это делает. Котик просто великий акробат, а вот у меня вот не всегда получается. Через раз, скажем так. Раз! Хорошо! Получилось! Так, чувак, ты этот там сильно... Не это, не борзей! Слишком близко не подходи, ты уже лапами вон достаёшь, я чувствую. Всё? Всё, да? Ну давай, подходим. Зашибись. Глава 4, часть 1. Воображаемый друг. У кого? У меня или у кота полночь? Или у нас обоих? У каждого свой может. Посмотрим, посмотрим. Интересно, что за воображаемый друг. Заинтриговали. Выходим. Открываем эту дверь замечательную. Боже мой, дверь открылась. Ого, интересно. Пойдём, мистер полночь, давай выясним, где мы. Вы рядом с какой-то банкой, давай её возьмём. Ох, френд, побыстрее бы найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в версту? Нихрена себе, мы вернулись сюда, офигеть. Да, я помню. Здорово, пойдём дальше, котик. Только нужно быть осторожнее. Давай для начала. Это мои таблетки? Ух ты, ну куда? Куда они? Куда вы таблетки? Как вы можете? Смотрите, ну видно же, что их тянет кто-то. Таблетки? Не двигайтесь. Вы показываете мне дорогу домой? Дом написано. Да, смотрите, не только таблетки, тебе вообще указать. Для тупых совсем уж. Дом? Наверное, дом в этом направлено, наверное, да. Чей, правда, не указано. Может, это дом Чикатило какого-нибудь? Ах, это дерево. Идеально подходит для домика, какая прелесть. Таблетку мы, кстати, использовать не можем, естественно, потому что у нас их нет. Давай уже, доставай, в конце концов. О, прекрасно. Да изначально было видно, что к чему. Ох, нет, не нужно было трогать таблетки. Плохая, Френ. Плохая приплохая. Ох, что теперь делать, котик? Мы в ловушке на веки вечные. Неплохая приплохая. Тупая при тупая. Я бы так сказал. Плохой ты от этого не являешься. А что теперь делать? А хороший вопрос. Блин, а что я могу теперь делать? Ну, у меня же есть нож, наверное, да, использовать. Перерезать. Смотри. Ого, нормально. Смотри, только кота полностью случайно не задень-то в полете, а то обидно будет. Ну, в общем-то, это было не шибко и сложно. Опа, смотри-ка. Френ, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше... Я буду озвучивать его, как Санса в Ундертейл. Я не ждал тебя раньше двух тридцать пяти. Он реально на него похож. И, как я вижу, ты больше не в западне. И интересно. Так или иначе, позволь мне представиться. Я Итвард, твой верный друг. Итвард, я вас знаю. Видела где-то уже вашу рожу. Вы, случайно, не знаете такого чувака Санс? Может, это ваш брат, да? Вы, кажется, с мне знакомы. Да, я создание ночи. Мы играли вместе. Я помог вернуть тебе, мистер Полнич, обратно. Помнишь? Правда? По-моему, мне самой удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Не, я не сводил сестер с ума. Они считали, что это был я. Это недоразумение, да? Понимаешь? Ну, все потому, что они никогда не заглядывали в себя. А что вы подразумеваете под они никогда не заглядывали в себя? Ну, они обвинили меня и не признали тот факт, что родители их никогда не любили. Ну, давай не будем говорить о сестрах. Хорошо? Разве ты не узнаешь меня, дорогая френд? Длинный человек в цилиндре. Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. Мать твою. Я пришел к тебе, когда ты меня придумывала. А, вот как. Но я не воображаю. Ты меня сопутал, чувак. Понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала? Вы выглядите очень знакомы. Не могу этого отрицать. Но вот меньше надо было в Undertale играть. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. И не надо. И не надо, чувак. Не надо. Это превращается для меня примерно в то же самое, что было, когда я смотрел фильм «Начало» в Декабре, например. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Отвезти меня домой? Я не могу этого допустить. Я вас не знаю. Я не причиню тебе вреда. Я не создан из тьмы. Я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим. Я пойду с вами, но я все еще вам не доверяю. Ну и отлично. Идем. Я хочу тебе, конечно, показать. Ого, слышишь, для Санса ты великоват, надо отметить. И для Папайруса, и для всех вообще. И для всех великоват. Ну, здоровый же ты хрен. Ну, давайте идти за ним. Что-то показать хочет, да? Показывай, Итвард. Ух ты. Какая классная машинка. Узри. Летательный аппарат Итварда. Что думаешь? Нравится. Мне нравится. На нем много кнопок, которые можно нажать. Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же еще нет двух тридцати пяти. Замечательно. Но что у тебя, блин, за фетиш с двумя тридцати пяти? Объясни мне. Я не понимаю. В этот момент время замедляется, что позволит нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй. А ты являешься частью третьей реальности. Понимаешь? Да, я понимаю. Звучит безумно. А ну, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину. Ждать? Конечно, нет. Ты можешь достать воду, огонь, ягоды, окей? Хорошо. Наверное, лучше сделать что-то, чем ничего. Отлично. Вот мое удивительное ведро. Лучше ручной. Удивительное. Удивительное ведро. Просто Дэвид Копперфильм. Мать твою. Я сам его сделал. Замечательно. Ах, и огонь, ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо, но, сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом. Вот так вот. Все автомобилисты прям мотайте на ус, да? Их хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи, от камалов. Камалы? Понятно. Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь. Но мы знаем, что они не любят воду, так? Ох, дорогая, чуть не забыл. Твои таблетки, они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз, понимаешь? Вот. Отлично, слава богу, возвращаемся к стандартному геймплею. Невидимы для моих глаз? Хм, понимаю. Что ж, спасибо. Я пытался поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. Ах, да, насчет этого. Эээ, извини, мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Ничего, сэр, я выбралась в мгновение ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично, я подготовлю машину. Давайте сразу жрем и сразу же смотрим. Ни хрена себе! Это не совсем то, чего я ожидал. Здравствуйте, ребятки. Фу, я выгляжу уродливо. Тебя только это смущает, да? Больше ничего. Может, это френд действительно я, только из другого места? Кто перенес тебя сюда? Или я навещаю тебя вдруг? Реально. Мне нравится вот этот тип. О-ло-ло-ло-ло-ло. О-ло-ло-ло-ло-ло. Такой забавный. Я питательная? Конечно, да. Вкусная свежая плоть. Вы камалы, не так ли? Вы умеете говорить? Эй! Не умеют. Или не хотят, во всяком случае. Ммм, вкусные ягоды. А какие мне нужно взять? Огонь ягоды, которые похожи на огонь, по-видимому. Вот это что? Так много волос, и такие блестящие. Я словно в волшебном мире волос. А ну-ка, ножом их срезать не хочешь? Нет? Нет, не хочет. Может быть, ты хочешь... Смотрите, а вот я не помню. Вот это я испробовал. Интересно, для чего палонт раздал ее мне? Я не могу ее открыть. Я же ее не проверял, кстати. Ничего с ней не делал. Но открыть она ее, в принципе, не может. Поэтому взаимодействовать, как бы, шкатулка, ну, я только могу вот так предположить. Ножом вскрыть? Нет, это вряд ли. Ладно, давайте сваливать в другую сторону. Идемте сюда, посмотрим, что у нас тут. Ух ты! Так много волос. Ты это уже говорила, да? А здесь у нас получается... Ни хрена! Идемте дальше. Хорошо, я понял. О! Вот это уже интересно. Убирайся. Убирайся, ты вторглась на мою территорию. А что? Простите, я думала, вы мертвы. Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я? Гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер лось? Мистер лось? Но я не лось, я смерточервь. Смертоносный червь? Простите. Нет, не смертоносный червь. Смерточервь. Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь придаю земле то, что существа забрали. В чем они больше не нуждаются? Но я вижу только говорящего лося. Где вы? Господи! Здесь. Внизу существо. Ты меня видишь? Вот вы где. Вы такой крошечный. Привет. Меня зовут Френ. Привет, Френ. Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных. Ты падальщик? Конечно нет. Я хотел взобраться на него и достать огонь ягоды. Понятно. Думаю, это возможно. Но этот лось все еще крепкий и твердый. Прямо как моя скала, да? Но огонь ягоды горят. Это такой извращенный смерточервь. Ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь. Но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе. Взбирайся. Я продолжу работать. Спасибо, сэр. Мне нравится, как она так преклонилась. Ну, это такая милая вот эта вот милый жест. Давай, забираем. Я не могу взять огонь ягоды, а не в огне. Может так? Это бы сработало, если бы в ведре было... А, ну понятно. Надо вначале воды раздобыть. Ну, давайте пытаться раздобыть воду. А где, блин, ее? Ну-ка, здрасте. Э, привет. Вы те сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы. Я помогла им освободиться. Как мило, с твоей стороны. Любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Да, по-моему, любопытство это хорошая вещь. А вы застряли? Вовсе нет. Мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи, мне пора идти пока. Давай, давай, короче, поступим как последний случай. Вообще обрежем больше. Пробовать что-то хорошо, но сейчас от этого нет. Да, сейчас от этого нет. Прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Отлично, я понял, я понял. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжу ведро. Ах, спасибо, вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Она его выкинула, что ли, мне не понимает. Ну-ка, сейчас проверим. Давай-ка. Раз. Все ведро. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющий насекомый. Теперь мне пора, я должна идти домой. Дом там, где мы хотим находиться. Но разве дом находится где-то? А, что? Простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имела в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь. Там ты найдешь много дверей, чтобы открыть. По-моему, она это уже сделала, мне кажется. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь в другой раз. Пока. Берем. Зашибись. Теперь, вот мы это сделали. Это уже, я думаю, больше, чем пол дела. Потому что здесь-то все прекрасно понятно. Просто. Ой, чувак, отвали. Я пытаюсь взобраться. Это я, сэр. Могу я снова взобраться на лося? Вперед. Зашибись. Давай, взбирайся на лося. И сейчас будем потушивать. Тушить, точно. Тушить, потушивать. Давай, оба. Огня больше нет. Теперь я могу взять ягоды. Я не могу сорвать их руками, я не крепко. А что у тебя? Ну, нажжем их, срежь тогда. Да, действительно, слава богу. Слава богу, это сработало. Отлично, замечательно, прекрасно. Все, сваливаем. Сваливаем отсюда. Жрем таблеточки. Жрем таблеточки. И подходим вот к нашему вот чувачку. Где он там? Давай, скелетон. Погнали. Я все достал, что нужно. Достала. Я все достала, что нужно. Ты уже нашла воду и огонь ягоды? Они нужны нам, чтобы вернуться домой. Да нашла же, блин. На. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно, этого будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорога. Ну, и воду, да, тоже отдать? Сэр Итвард, вот полное ведро воды. Мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милые. Но только в этой реальности. Они опасны. Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Ого, сжечь меня? Но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую. То, что имеет смысл там, может пагубно на тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду. Спасибо, френд. Ах, френд, час, два, три, четыре. Путешествие начинается. Пойдем внутрь машины, как я вовремя успел. Прямо все в последнюю минуту в лучших традициях Голливуда. Погнали. Внутрь машины. Ща как, ща как с тобой куда-нибудь залетим, я чувствую. Это будет эпичнее, чем в фильме «Назад в будущее», скорее всего. О, как много пара. Шибись. Заработало. Закрутилось, завертелось. Ягодки перевариваются там по полной программе. Давай, рассказывай. Сейчас 2.36. У нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рад, френд? Я бы радовалась, если бы лучше понимала реальности. Скоро поймешь. Ответы не так легко распознать. Как по мне, звучит странно, сэр. Время течет так, как должно, чтобы ты была жива. Ну вот, на этом и порешим, да? Если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые я ищу, придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь что? Я бы сказал. В течение времени ты должна испытывать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада. Вы пробудили во мне любопытство. Продукт, помню, там было написано любопытность. Странно. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытный и будешь всегда удивляться. А сейчас, френд, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр? Ну, ясно каким. Худеет человек. Видишь же, толстый какой, жирный скелет просто. Прям как Санс. Ему надо на велотренажере качаться, наверное. Машина нуждается в ремонте. Я думаю, что ты отлично справишься. Да, конечно. Именно десятилетние девочки отлично ремонтируют технику. Я в этом абсолютно убежден. Ты чё, тупой? Вот огонь, ягоды и вода, что ты собрала. Ну и что мне с ними делать? В сорокатан себе запихать. А не понадобится тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию найдешь в помещении слева. Но ты вольна ходить в любое, в какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Я очень рад, боже. Но я никогда не делал ничего подобного раньше. Что делает это более увлекательным? Веселись, моя девушка. Слушай, ну ты козёл, а. Чё тут увлекательного? Ладно, я пойду. Пользуется тем, что ребёнок, и ему можно всё впарить под маркой увлекательного. Ни корена это не увлекательный, я больше чем убеждён. Давай туда, что ли, сходим? Вот у нас, я так понимаю, информация, да, которая нам нужна. Механический код, кстати, реально. Старый знакомый, я как-то про него и забыл. Ох, похоже на математическую задачу. Но я не стану пытаться решить её. У меня есть другие дела. Наверх полезем. Лестница ведёт к двери, но она заперта. Похоже, что её можно открыть только снаружи. Наверное, он имел в виду вот это помещение, да? Давай сюда попробуем сгонять. Может, нужно нажать кнопку? Ну попробуй, блин. Давай, нажимай. Тэй-тэй. Пошли, пошли. Вот там вся информация точно уже будет, да? По-видимому, так оно и есть. Значит, смотрим, у нас тут куча пробирочек, всякие шланги и прочее говно. Вид в реальности. Ага, ягода. А вид в ультра-реальности огонь. Понятно, это легко. Химическая смесь. Микроэлементы в огонь ягодах ускорят машину и дадут долгую жизнь у неё функциональному двигателю. Какого чёрта? Что вот это должно означать? Что я должен делать? Ну-ка. Да это... Да это... Да это... Да это же... Мать вашу. Я не... Я не хочу. Я не хочу. Посмотрите на этот ужас. А, ну хотя, гляньте. Тут, в принципе-то, вот, надписи на бутылках. А вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Шесть. А куда-то надо, по-видимому, ягоды. Вот, АФМ. Вот это вот ягоды, а это всё остальное. Я понял. Я же правильно понял, что АФМ это ягоды? Смотрите. Вот, когда мы сейчас вот глянем, видите? А фуга мерзенис. АФМ. Да, да. И вот она химическая смесь. Из ягод в А18. Р15-А8. Да ну, это надо скриншотить, наверное, запоминать, я не знаю. Давайте, блин, я сейчас буду думать. Ну, смотрите, как бы в общем и целом вроде не сложно. Запоминаем просто, что АФМ переходит в АФМ. А18, да? Давайте теперь берём, берём вот АФМ. Оно у нас здесь, да, правильно? Использовать. Туда кидаем. Сюда вот у нас вот это. А18. Что ты делаешь? Ты вот сюда. Вот сюда. Зашибись. Что у тебя внутри бутылочки? Видите? Раз, это уже сделали. Оно сохраняется, я надеюсь, со временем после того, как... Да. Замечательно. Оно сохраняется. В принципе, проблем нет. Теперь. Синий жгут нужно перетянуть. Р15 в А18. И красным жгутом отсюда же 2ПФ. Короче, 2ПФ, Р15, Н166. Давайте вот так вот сделаем. 2ПФ сюда. Правильно? Потом. Р15. И, пожалуйста, вот это. Сюда. Зашибись, по-моему. Отлично. Пока что всё правильно. Теперь смотрим, как у нас жгутики. Жгутики у нас следующим образом. Отсюда сюда синяя, красная. Жёлтая. Зелёная. Окей. Во-первых, это всё надо взять. Вот это надо взять. Синий шланг готов к использованию. Красный. Розовый шланг, который можно к чему-нибудь подключить. Вот. Вот так вот. Смотрите. Вот так вот. Отлично. Один шланг использовали. Думаю, всё правильно. Да. Так и есть. Теперь розовый шланг. Да фактически вот так вот получается. Розовый шланг на месте, говорит. Ну что, всё что ли тогда? Эээ. Запускаем? Или как? Не, я, наверное, что-то сделал неправильно, мне кажется. Погодите. Ну, вроде бы он мне разрешает. Если он разрешает мне что-либо делать, значит, наверное, всё правильно, по идее. И теперь надо перевести вот это вот синее, вот это красное, да? Вот такое положение. Давайте. Во-вот так. Вот так. Перевели. Замечательно. Что у тебя? И ни хрена. И ни хрена не сработало таким образом. Мало того, тут ещё вот такая вот хрень есть. Смотрите. Что-то ещё здесь можно крутить. У нас есть похожая машина дома. Вот, смотрите. Думаю, если свет красный, значит, это не работает. Ещё сюда можно что-то закинуть. Абсолютно пустой. Давай что-то на спичку бросим. Давай бросим туда спичку. Зажжём всё это нахрен. Пусть взорвётся. Неработающие вещи меня злят. Ну, окей. А может быть, мне надо побазарить с этим Итвардом? Может, он скажет, что я что-то сделал правильно? Ну-ка. Сэр, вы можете повторить мне, что я должен... А, почини водяной настос и смешай топливо. Следуй стеноводством. Это как руководство только на стене. А, какой ты юморист, блин. А, вот. Вот сюда вот надо поджигать, оказывается. А чё здесь? Ну-ка, открываем. Думаю, если свет красный, значит, это не... Увы. Ой, подождите. Секунду. Ещё раз. Так, опять намудрили. Раз. Два. Там, кстати, сбоку инструкция есть по этому делу. Я её потом покажу. Но мне всё равно нихрена не понятно. Если, как бы... Ну и чё? Ну, блин, ну смотрите. Я же всё делаю, как там говорится. Вот я перевёл слева направо. Слева направо перевёл. Потом вот это говно тоже повернул в горизонтальное положение. Потом поджёл. А дальше, видите, ещё надо розетку вставить вот сюда. Но оно же уже вставлено. Эту штуку опустить вниз. Эту штуку опустить вниз. Ну и здесь вода поднимется. Да, я так понимаю. Вроде бы так. Вроде бы так. Давайте смотреть. Может, туда тоже спичку реально бросить? А, и, наверное, туда вот так вот воду заберем. Теперь бак наполнен водой. Но вот здесь у нас протечка. Её, наверное, надо будет как-то устранить. А как её, блин, устранить? А может, её не надо устранить? Кажется, шланг повр... Да, твою. А, чёртов шланг. Какого... Может, надо другой шланг взять? Где мне взять другой шланг? Нет другого шланга. Ну, смотрите. В принципе, уже дело сделано практически. Давайте смотреть. Может, здесь что-то? Это шланг? Нет, это... Ой, это я вернулся опять к тому же. Где, блин, грёбаный шланг? Так, что у нас ещё тут есть? Вот, смотрите. Вот этим можно перевязать по-любому. Оно так выглядит. Давай, перевяжем. Интересно, что подсчитывает эта машинка? У неё нет проводов. Какая-то... А, это не верёвка. Это какой-то, блин, бумага какая-то получается. Много обуви. Может, она слишком тесная для большого итварда? Это что? Эта лампа выглядит как чайник с вилками и ложками. О, смотрите. А как я не заметил-то, блин? Изолента же лежит. Да, возьму это. Изолента хороша. Всё. Сейчас, наверное, замотаем. Но я так понимаю. Если это уже не сработает, это будет очень странно. Должно. Это должно, блин, сработать. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, давай. Раз, два, три. Есть. Отлично. Всё заработало, ребята. Всё исправлено. Я должна себя похвалить за смекал. Здесь разобрались. По крайней мере, здесь разобрались. Слава богу. Блин, конечно, я забыл про таблетки. О, здрасте. Очень приятно. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла понять тебя. Я забыла уделить себе немного любви. Секунды, минуты, часы и дни. Тик-так, тик-так. Я забыла поня... А, ну понятно, тут по кругу идёт. Я совсем забыл, что надо... О! Смотрите-ка. Ещё шланг. Кажется, это зелёный шланг о смёг. По-любому надо туда применить. А ну давай. Я могу применить в этой реальности? Давайте попробуем. Куда использовать? Вот сюда вот, да? Отлично. Так оно и есть. Ну потому что должны же они, в конце концов, попасть в эту банку, в конце концов. Это всё? Это всё? Теперь можно считать, что всё готово или как? Нет, наверное, надо что-то ещё сделать. Видите? Оно не наполняется. Отсюда не наполняется, сюда не наполняется. Ну давайте ещё. Исследуем всё здесь, в этом... О, смотрите, ещё шланг. Шланг. Подождите. А его куда? Я не понимаю. Ну хорошо, давайте вот использовать. И, например, например... А в любое место. Он автоматом мне как бы скажет, что можно... Вот, да, ещё здесь же не перейти... Не сообщаются. Ну вот, прекрасно. Ну вот, прекрасно, но всё равно нихрена... Всё равно нихрена не работает. Ну прекрасно. Чё прекрасного? Ничего прекрасного не вижу. Давай смотреть ещё. Может быть, что-то ещё я пропустил. Карандаш. Мне не нужен карандаш. У меня уже есть один. Глазик. Глазик тоже не нужен. Тоже есть. И даже не один, да? Два. Ваза без цветов. Что ж, оставлю её здесь. В принципе, всё, ребят. Я, короче, больше не знаю. Давайте сваливать в другую комнату. Можно же исследовать все комнаты. О-хо-хо! Гигантский клоун! Здравствуй, чувак. Это интересно, да. Молоток возьмём. Молоток, очевидно, чтобы колотить вещи. Ну или для чего-то другого. Ну, людей колотить как для чего-то. Посмотри на этого чувака-то. Посмотри на него внимательно. Он любит колотить людей. Ну да, это круто. Всё очень интересно. Ноги этого Итварда. Ох, похоже на что-то сложное. А тут хоть что-то, блин, похоже на что-то простое. Камала Хант. Нажмите старт. Get ready. Что это такое? А, типа вот так вот. Я сейчас, когда нажимаю эту хрень, я что делаю? А, сюда-сюда! Я понял. А стреляет он автоматически. Я за это никак не отвечаю. Давай, иди-ка сюда. Иди сюда, Камала. Иди сюда, Камалочка. На! Камала Хант. Слушайте, ну чувак реально придумал интересную вселенную с этим. И даже мини-игры с Камалами. Ну прикиньте, ну. Это ж надо было додуматься. Так, вон по тому, по тому жаробасику. По жаробасику попади. Молодец, попала по жаробасику. Давай ещё раз хорошенько ему втащим. Сейчас он у нас посмотрит. Видите, он отстреливается говню. Так, ну надо, чтобы эти близко сильно не подходили. Ох, это... Вы знаете, давайте вот в это играть. Давайте забьём на всё остальное, мне кажется. Зачем вообще нужно вот эти машины какие-то чинить? Всякие химические препараты и тому подобное прочее. Отлично! Ого! Да не, это... О, всё, всё, ребята. Я ощущаю, что вот здесь вот наступает нам конец. Потому... Да, гейм овер. Ну ладно, поиграли немножко и хватит. Нет, чёрт, мод знать. Может, это надо пройти. И тогда только мы сможем что-то там достичь. Ну окей, теперь здесь, смотри. Здрасте. Вы здесь, чтобы убить Итварда? Почему вы не хотите поговорить со мной? Я очень сожалею о том, что я сделал. Надеюсь, вы простите меня. Ну, зашибись. Ключик у них есть, по крайней мере. А, я знаю от чего. Вот от того. О, но она заперта. Ну так давай, у тебя ключ-то есть. Сейчас используем. Давай, использовать. Опа! Нет. Как это нет? Как это нет? Её можно... А если... Подожди. Ба-ба-ба-ба. Может, сюда надо? Дверь заперта. Возможно, Итвард откроет её позже. Ну, она же на ключ не будет работать, конечно. Тут же кнопочная система. А давайте-ка попробуем. А давайте-ка попробуем вот в этой вселенной использовать. Попробовать что-то хорошо, но, блин, твою мать. Короче, не получилось. Милые мишки. Они держат друг друга. Много обуви. Может, она слишком тесная. Короче, так. Давайте пока что на этом остановимся. Уже с химической, со всей этой аппаратурой. И с Итвардом дальше. Я продолжу в следующей серии. Пока хватит. Ну, чё. Довольно много мы проделали с вами, надо отметить. Я уж не знаю, сколько эта серия будет длиться после всех вырезаний. Но, в принципе, и ягоды достали. И топливо там починили. И воду там налили, куда надо. И даже с мёртвыми двумя девками поразговаривали. Чё ещё нужно для счастья? Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк. Мне будет очень приятно. Пишите что-то в комментариях. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, на поделиться. Смотрите, как он туда-сюда ходит. Туда-сюда. Вот не унывает вообще кот полный. Чему всё это прям весело? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Погулять, помяукать, попрыгать. Маленький говнюк. Также, что ещё? Вступайте в группу ВК. Ссылка внизу в описании под видео. И всё. Всем счастливо. Всем удачи. Всем пока.